Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Лактин. В этом выпуске расскажу новую армейскую историю, в результате которой вы узнаете, как два срочника очень сильно обломали группу офицеров. Поехали! Один из офицеров на нашем этаже получил повышение. То есть ему упало внеочередное воинское звание, и он в скором времени должен был покинуть наш этаж и упорхнуть с него. И он решил угостить пацанов. Ну, офицеров в смысле. Позвал их в КД. В армии, вот по крайней мере у нас, говорили комната досуга. Не досуга, а досуга. Это типа такая ленинская комната, там стоят книги. Стоял у нас показной красный уголок, где был сахар, лимон, шоколадка, электрический термос и так далее. И там было несколько столов. Естественно, он позвал их туда. Вообще, я заметил, что офицеры в армии по максимуму выжимают все из казенного. Подстричься, идут в казарму, подстригаются теми машинками, на которые скидывались срочники. Я не знаю, там, замутить какие-то доски, стройматериалы, идут к старшине на склад и так далее. И вот здесь один из офицеров, который получил внеочередное воинское звание, решил проставиться, так сказать. И вот в какой-то веке, да, вот упало внеочередное воинское звание, не так часто это бывает, да, и то вот экономят на всем. Вот, сука, до того, видимо, жадные. Потому что я зачастую видел, сколько они получают. На карточку падает и 60, и 70 тысяч рублей. Естественно, они впахивают, но сумма, согласитесь, допустим, 70 тысяч рублей в месяц, не астрономическая, конечно, но все же какие-то деньги. И жадность-то заключалась в чем? Вот в этом КД, вот, собрал он одну тарелочку с бутербродами. Там немного, конечно, было офицеров, там 4-5 человек, вот тарелочка с бутербродами, там сколько на ней вмещается на одноразовый? 5-6 бутербродов, вот батон, масло и икра, видимо, дома жена ему соорудила, он принес. И подложка с колбасой. Я не знаю, там бухали они, не бухали, но в открытом бухло не стояло. Возможно, где-то не подбухивали. Потому что это дело происходило перед отбоем, вот, и после отбоя к нам всегда приходила группа контроля. Проверяла, все ли на месте, сверяла со списками и так далее. И, естественно, они, видимо, тоже не хотели палиться. И алкоголь где-то подбухивали. Может, алкоголя не было вообще. И вот они накрыли этот стол, кого-то ждали еще и решили выйти покурить в туалет. АКД была открыта, соответственно. Но нам никогда не разрешали ее открывать и никогда не разрешали пользоваться оттуда вещами. И, естественно, там стоял электротермос. И все моментально загорелись. Куда-нибудь сейчас налить этот кипяток, в кружку, в котелок, я не знаю, там, лапшу запарить, чай попить. Кто был в Армейке в современной, тот поймет, да. И два типа случайным образом заходят в КД и видят вот эти бутерброды и подложку с колбасой. И какой-то тип такой, более-менее такой, разглядяя, да, скажем так, прогуливаясь мимо КД тоже, оп, и те ему говорят двое. Это, говорит, что такое? Вы что, говорит, не знаете? Тебе, говорит, нет. Так это, говорит, у Лехи, говорит, вон, говорит, соседний рот, говорит, ненюха, говорит, ему мамка, говорит, денег скинула, говорит, он решил проставиться. А вы, говорит, что, говорит, не ели, говорит? Тут было, говорит, тарелок пять, говорит, с бутерами, с икрой, с мили, говорит, все. Просто, говорит, немного тормознули, потому что, говорит, не все поели. А вы, говорит, что, говорит, не пробовали? Тебе, говорит, нет, ну, говорит, угощайтесь, говорит, ешьте, говорит, что, говорит. Тебе такие стоят, что-то менижуются. Он говорит, ну, не хотите, говорит, я, говорит, возьму. Тебя говорит, не-не-не, давай мы поедим И этот чувак на довольных щах уходит из КД Те покурив, офицерье Возвращается в КД Открывает дверь И видит двух довольных срочников Которые уплетают бутерброды с икрой И у которых трещит за ушами Естественно, те на них Вы что, слоны, трехэтажный мат Вы что такое? Тебя говорит, а что? У Лехи день рождения Гоните Тебя говорит, да какого там нахуй, Лехи? Тыры-пыры, тыры-пыры Короче, выгнали их оттуда Тебя просто пули вылетели, как ошпаренные кипятком оттуда И эти офицеры стоят Там какие-то бутеры поеденные И вот испоганили в неочередное воинское звание Типы потом намотались на наряды вне очереди По роте Убирали траву на таком вот мини-полигоне Учебном, там рядом с курилкой у нас был В общем, залетели они Но рожи у офицеров были вот такие вот просто Ушли покурить Ждали кого-то, кто там опаздывал Решили пока в этот момент покурить Заходят в КД И те довольные бутеры нарубывают их Вот обломали, так обломали Ну вот такая вот, друзья, армейская история Меня зовут Сергей Локтин Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал Пока-пока